Здравствуйте, друзья! Хочу вам показать, как с помощью нейросети Хедро возможно анимировать свое фото для исполнения песни или чтения текста в тачеку художественного. Для этого я использовал свое фото, трек песни Плешака «Старый паровоз» и печатный текст повести Виктора Пелевина «Желтая стрела». Виктор Плешак «Старый паровоз» поет Эдуард Хиль Вам не покажется ли прозой, что в век, когда мы все спешим? Я вспомнил вдруг о паровозах, как будто нет других машин. Он в тупике стоит ржавея, был их времен железный конь. Пока ему мороз не греет, и стопки рвущийся огонь. Виктор Пелевин «Желтая стрела» Нулевая часть За окном творилось что-то странное. Такого Андрей не видел еще никогда. Поезд шел через ночной город по низкой эстакаде, отделенный от улиц железной решеткой. За окном вагона горели бесчисленные огни, фонари на улицах, окна домов, фары автомобилей. Но самым странным было то, что внизу были люди, очень много людей. Они стояли у решетки эстакады. Когда окно, за которым сидел Андрей, проплывало мимо, они начинали махать руками и что-то весело кричать. В городе, похоже, был праздник. Все, кого он видел, выглядели до крайности беззаботно. Наконец Андрею стало тяжело чувствовать на себе такое количество взглядов. Он встал и вышел в коридор. С другой стороны вагона за окнами тянулась обычная темная цепь деревьев, и Андрей почувствовал себя легче. Коридор выглядел как-то странно. Пол был покрыт густым слоем пыли, двери всех купе были распахнуты, и в них виднелись голые железные каркасы диванов. Андрей сначала удивился и даже испугался, но вспомнил, что в поезде кроме него нет ни одного человека, и успокоился. Ему захотелось перечитать письмо, и он вытащил сложенный вдвое конверт из кармана. Текст, естественно, остался прежним. Прошлое – это локомотив, который тянет за собой будущее. Бывает, что это прошлое вдобавок чужое. Ты едешь спиной вперед и видишь только то, что уже исчезло, а чтобы сойти с поезда, нужен билет. Ты держишь его в руках, но кому-то его предъявишь. Выглядываясь в эти ровные строчки, Андрей повернулся к двери в свое купе, положил ладонь на ручку замка, и вдруг заметил в самом низу листа постскриптум, короткую приписку мелким почерком, который он раньше не заметил. Наверное, потому что она располагалась за линией сгиба. И в эту же секунду он понял, что не стоит в пустом коридоре поезда, а лежит на диване своего купе и видит сон. Он стал просыпаться, но за тот неуловимый миг, который заняло пробуждение, успел прочесть и запомнить постскриптум, точнее, запомнить слова, которые ему снились. Во сне они имели какой-то совсем другой смысл, который никак нельзя было протащить в обычный мир, но который он успел понять. ПС. Все дело в том, что мы постоянно отправляемся в путешествие, которое закончилось за секунду, до того, как мы успели выехать. Андрей включил лампочку над подушкой, достал письмо и перечитал его. Никакого постскриптума там не было. На том месте, где он увидел его во сне, было только несколько малозаметных царапин, словно кто-то водил по листу засохшей ручкой, пытаясь ее расписать. Что-то было не так. Что-то случилось, пока он спал. Андрей поднялся с дивана, помотал головой и вдруг понял, что вокруг стоит оглушительная тишина. Колеса больше не стучали. Он поглядел в окно и увидел неподвижную ветку с большими черными листьями в квадратном пятне света, падавшего из окна. Поезд стоял. Когда Андрей вышел в коридор, там все было как обычно. Горел свет, пахло табаком, но пол под ногами был совершенно неподвижен, и Андрей заметил, что чуть покачивается, шагая по нему. Дверь в служебное купе была открыта. Андрей заглянул туда и встретился взглядом с проводником, который неподвижно стоял у стола со стаканом чая в руке. Открыл рот, собираясь спросить, что случилось с поездом, но понял, что проводник его не видит. Андрей подумал, что тот спит или впал в какое-то оцепенение, но тут его взгляд упал на стакан в руке проводника. В нем неподвижно висел кусок рафинада, над которым поднималась цепь таких же неподвижных пузырьков. Он уже знал, что надо делать дальше. Шагнув к проводнику, он осторожно сунул руку в боковой крыль и вынул оттуда ключ. Выйдя в тамбур, он подошел к двери, сунул ключ в круглую скважину. Он вошел неглубоко, потому что скважина была забита многолетним мусором, и повернул его. Дверь со скрипом открылась, и на пол посыпались набитые в ее щели окаменелые окурки. Андрей подумал было, что надо вернуться в купе за вещами, но понял, что ни одна из тех вещей, которые остались, в его лежащем под диваном чемодане, теперь ему не понадобится. Он встал на край рубчатой железной ступени и поглядел в темноту. Она была бесконечной и тихой. Из нее прилетал теплый ветер, полный множества незнакомых запахов. Андрей спрыгнул на насыпь. Как только его ноги ударились о гравий, которым были присыпаны шпалы, сзади раздалось шипение, а еще через секунду лязгнули растянувшиеся сочленения между вагонами. Поезд тронулся и стал медленно набирать ход. Андрей отошел на несколько метров в сторону и посмотрел на желтую стрелу. Со стороны она действительно походила на сияющую электрическими огнями стрелу, пущенную неизвестно кем неизвестно куда. Андрей посмотрел в ту точку, откуда появлялись вагоны, а потом в ту, где они исчезали. С обеих сторон не было видно ничего, кроме темной пустоты. Он повернулся и пошел прочь. Он не особо думал о том, куда идет, но вскоре под его ногами оказалась асфальтовая дорога, пересекающая широкое поле, а в небе у горизонта появилась светлая полоса. Громыхание колес за спиной постепенно стихало, и вскоре он стал ясно слышать то, чего не слышал никогда раньше. Сухой стрекот в траве, шум ветра и тихий звук собственных шагов.